Классный час в 21-й общеобразовательной школе прошел в формате празднично-патриотического мероприятия. Учеников посетили настоящие создатели Ульяновской области. Ветеран-комсомол Аврора Максимова и заслуженный строитель Геннадий Анциферов. Дети разных возрастов собрались в центральной рекреации и гости начали свой рассказ. Под сопровождение документального фильма первым выступил Геннадий Васильевич. Его история состояла из воспоминаний о строительстве эпохальных объектов. Он со своей командой возводил гостиницу «Венец», Ленинский мемориал и Дворец профсоюзов. Аврора Петровна поведала детям об активной комсомольской молодости. Не дня без дела и впечатлений. Учеба в университете, общественной деятельности, походы по выходным. Ее активности можно и поучиться нынешней молодежи. И, конечно же, в момент зарождения нашего региона юная Аврора тоже участвовала в стройках века. Единство помыслов она считает самым главным компонентом для продуктивного труда и достижения целей. Строительство мемцентра, строительство дворца пионеров, вообще обновление города настолько сплотило горожан, настолько сплотило, наверное, всю область. Потому что нельзя сказать, что мемцентр строили только горожане. Ее строили комсомольцы не только всей страны, отряды были отовсюду, но и иностранные отряды. История Ульяновской и Ульяновской области в лицах – так называется это мероприятие. По информационному наполнению оно подобно лекции по краеведению, но гораздо интереснее. Мероприятие такого плана, несомненно, способствует развитию патриотического воспитания наших учащихся. Особенно, когда сегодня присутствуют заслуженные, почетные люди Ульяновской области и рассказывают о том, что происходило в те далекие времена нашим ребятам, я думаю, это дорогого стоит. Гости торжества с упоением рассказали молодому поколению историю своей жизни, вплетенную в массивы развивающегося региона. В канун важной даты школьники получили не просто сухие цифры о родном крае, но и погрузились в мир развивающегося урбанизма. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.